Приветствую вас, друзья, на канале! Наконец пришел контроллер для вилочного погрузчика, для которого я собирал литий NMC аккумулятор 48 вольт 150 ампер час. Кто случайно забрел на канал, не смотрел это видео, советую посмотреть. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. С этой мощной батареей погрузчик очень резко стартует. Заводская схема предусматривала различные переключения, как батарейных секций, так и обмотки возбуждения с резистором, без резистора и все эти различные вариации давали возможность плавно трогаться этому погрузчику. С литиевой батареей единственное, что можно было сделать, это стартовать через фехралевый резистор. Но чтобы сделать плавный пуск и реверс для этого вилочного погрузчика, было принято решение заказать нормальный контроллер Кёртис на 48 вольт. Сейчас распакую, хочется воочию посмотреть на этот контроллер. С контроллером была заказана педаль газа, а также контактор для переключения обмотки возбуждения. То есть, чтобы можно было ездить как вперед, так и назад. Здесь я вижу наконечники, разъем, чтобы все можно было оперативно подключать и отключать. Так, педаль, даже микрик есть. Надо будет теперь с этим разбираться, поднимать схему подключения, она у меня где-то была, и собрать небольшой стендик для испытаний. Совсем забыл показать параметры контроллера. Он на 500 ампер, 36-48 вольт. Педаль газа представляет собой переменный резистор от 0 до 5 кОм. Ну и здесь еще стоит микровыключатель. Контактор тоже мощный, 48 вольт. Ток почему-то здесь не написан. Судя по всему, он на огромный ток. Очень мощный контактор. Теперь надо обязательно все проверить на работоспособность. Контактор я сейчас проверю с помощью лабораторного блока питания. Выставил 43,9 вольта. Подаю на одной из обмоток напряжение. 0,48 ампера. Подаю на вторую обмотку. Тоже 0,48 ампера. Так как у продавца нет схемы подключения, то пришлось ее вызвонить самому. Если вот так расположен контактор, я здесь схематично начертил его. Получается, когда питание не подано ни на одной из обмоток, замкнуты вот эти выводы. Когда мы подаем питание на вот эту обмотку, которая слева, замыкаются вот эти вот выводы между собой. Когда мы подаем питание на правую обмотку, то замыкаются вот эти контакты. То есть обмотка возбуждения должна подключаться вот сюда. И что мы имеем в итоге? Когда мы подаем питание вот на эту обмотку, ток получается идет от плюса к минусу в эту сторону. Это, к примеру, будет движение вперед. Когда мы подаем питание на вот эту обмотку, ток будет протекать вот в эту сторону. Это будет движение назад. Когда мы снимаем питание, получается, замыкаются вот эти вот выводы между собой. Происходит шунтирование обмотки возбуждения. Теперь понятно, как контактор подключается. Теперь займусь педалью газа. Прозвоню педаль газа. Два провода должны подключаться к микровыключателю, который расположен внутри. Вторые два провода должны подключаться к переменному резистору. Первый, второй, третий, четвертый. Скорее всего, тут сделано все по порядку. Третий, четвертый это микрик. Отлично. Получается, в этом положении замкнуто. Сейчас включается микровыключатель и сопротивление растет 1 кОм, 2 кОм, 3, 4, 5. 5,15 кОм. Отлично, все работает. Контактор для меня не представляет ничего интересного, поэтому разбирать я его не буду. работает и отлично. Контроллер, скорее всего, не получится нормально загерметизировать, поэтому лишний раз лучше его не разбирать. Просто проверим его чуть позже. А вот педаль газа интересно разобрать и посмотреть, что у нее внутри. Чисто из любопытства. С виду, конечно, корпус сделан очень добротно, а вот как сделано внутри... Внутри сделано все довольно просто. Микровыключатель стоит. Вот так вот он выглядит изнутри. Чтобы проверить контроллер и всю систему в целом, нужен двигатель. На электронной барахолке нашего города нашел двигатель от пылесоса. Он отлично подойдет для этих целей. Проверю его на работоспособность. Подключил к лабораторному блоку питания. Напряжение 0 вольт. Сейчас буду потихоньку поднимать. Один, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... О, якорь начал встрагиваться. Добавляю дальше. Десять. Одиннадцать. 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 Продолжение следует... Двигатель отлично работает. Можно собирать тестовый стенд. Единственное, что хотел еще сказать. Здесь обмотка возбуждения подключается параллельно якорю. Ее придется отпаять. В тестовом стенде она будет подключаться отдельно через контактор. Собрал основную часть схемы. Контактор. Вот контактор. Контроллер. Контроллер. Педаль газа здесь не показана. Двигатель. Вот он двигатель. Блок питания. Здесь обмотки реверсивного переключателя и тумблер, который ими управляет. Выставлю на блоке питания максимально возможное напряжение. 43,22 вольта. Пробую запускать мотор. Переключаю направление вращения. Это направление вращения неправильное. Здесь энергия всасывания маленькая. Продолжение следует... Продолжение следует... Схема отлично работает. Теперь ее можно монтировать на вилочный погрузчик. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Поделитесь этим видео в соцсетях. Напишите в комментариях, нужно ли снимать еще одну часть, как вся эта система будет устанавливаться на сам погрузчик. Если эта тема вам интересна, я обязательно сниму. Отдельное спасибо, что досмотрели ролик до конца. До новых встреч на канале друзья!